Сура девятнадцатая. Марьям. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Каф, Ха, Я, Айн, Сад. Это упоминание о милости Господа твоего, о Пророк, оказанной им рабу его Закарии. Вот вас звал, обратился с мольбой, он Закария, Господу своему зовом тайным, мольбой про себя, а не вслух. Чтобы мольба была более совершенной. Сказал он Закария, Господи, поистине, я стал старым, и у меня ослабили мои кости, и голова запылала сединой. И до этих пор я не был в обращениях с мольбой к Тебе, Господи, несчастным. Ты всегда отвечал на мольбу мою. Поистине, я боюсь за близких после меня, после моей смерти, что они не будут придерживаться веры, данной Тобой, так, как полагается, и не будут призывать Твоих рабов к ней. И жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, сына, который бы помогал, который унаследует от меня знания, пророчества и мудрость, и унаследует власть от рода пророка Якуба. И сделай его, будущего ребенка, Господи, угодным Тебе и Твоим рабам, любимым за свою веру и нрав. О Закария, поистине, мы радуем Тебя вестью о скором рождении у Тебя мальчика, имя которого будет Яхья. Мы не делали ему до этого одноименного, еще ни у кого не было такого имени. Он, Закария, очень удивился и сказал, Господи, как будет у меня мальчик, ведь жена моя бесплодна. И дошел я в старости до предела, сказал он, ангел. Так сказал Твой Господь. Это для меня легко, ведь прежде я сотворил Тебя самого, когда Тебя вообще не было. Он, Закария, сказал, Господи, сделай для меня знамение в подтверждении истинности того, что сообщили мне ангелы, сказал он. Знаменем для Тебя будет то, что Ты о Закарии не будешь говорить с людьми в течение трех ночей, суток, при этом будучи здоровым. И затем вышел он, Закария, к своему народу из алтаря, молельни. И они его спросили, в чем дело, и дал им понять. Восславляйте Аллаха по утрам и перед закатом, в знак благодарности ему за то, чем он облагодетельствовал его и их, направив к ним пророка. И когда Яхья подрос, Аллах Всевышний повелел ему, о Яхья, держись, Писание, Торы, сильно, знай его содержание, понимай его смысл и поступай по нему. И даровали мы ему, Яхье, мудрость, когда он был еще мальчиком. И также даровали мы ему милосердие, сострадание к людям от нас и чистоту от грехов. И был он остерегающимся наказания Аллаха, таким, который исполнял его повеление и отстранялся от того, что он запретил. И благость по отношению к своим родителям он был послушным. И не был он тираном и ослушником Аллаха и своих родителей. И мир ему, Яхье, в тот день, когда он родился, и в день, когда он умрет, и в день, когда он будет воскрешен живым, в день суда. И вспомни, расскажи, о пророк, историю, приведенную в книге, в Коране о Марьям. Вот она удалилась, ушла от своей семьи вместо восточное. И укрылась она от них, от людей, за завесой. И затем мы отправили к ней нашего духа, ангела Джибрииля. И предстал он пред ней в виде человека, с совершенным сложением. Сказала она Марьям, подумав, что это мужчина с плохими намерениями. «Поистине, я обращаюсь к милостивому Аллаху за защитой от всего плохого, что может исходить от тебя, если ты остерегаешься наказания Аллаха, когда тебе напоминают о Нем». Сказал он, ангел Джибрииль. «Я только послание Господа твоего, который послал меня, чтобы даровать тебе мальчика, чистого от грехов». Сказала она Марьям. «Как может быть у меня мальчик? Ведь меня не касался мужчина, так как я не замужем и не была я блудницей». Сказал он, ангел Джибрииль, ей. «Так сказал твой Господь. Это для меня легко. И да сделаем мы его, мальчика, который родится, знаменем для людей, которые указывают на могущество Аллаха, и милосердием от нас для людей, таким, который будет призывать их к поклонению и покорности их Господу». «И это дело уже решенное, оно непременно произойдет». «И понесла она Марьям, его, забеременела, после того, как ангел Джибриил вдул дух его через рукав ее одежды. И, не зная, что сказать людям, удалилась с ним, со своим будущим сыном, вдалекое от людей место. И привели ее Марьям муки, предродовые страдания, к стволу пальмы. Думая о том, что подумают люди о ней, когда она придет к ним с ребенком, сказала она. «О, если бы я умерла до этого, до того, как стала беременной, и была бы забытою, забвенную!» И возвал он, ее только что родившийся сын, к ней, к Марьям, из-под нее. «Не печалься, Господь твой сделал рядом под тобой для тебя ручей. И потряси на себя ствол пальмы, и попадают на тебя свежие, спелые финики. Ешь финики, и пей воду, и успокойся, будь довольна. А если ты, о Марьям, увидишь кого-либо из людей, то скажи, «Я дала милостивому обет воздержания от разговоров, и поэтому не буду говорить сегодня ни с каким человеком». И пришла она, Марьям, с ним, с младенцем, к своему народу, неся его. Когда они увидели ее, сказали, «О, Марьям, ты совершила удивительное дело! О, сестра Харуна, подобная в праведности Харуну, не был отец твой скверным человеком, и мать твоя не была блудницей. Харун — праведник, живший в их время, который особо остерегался грехов». А она, Марьям, указала на него, на своего сына Иису, чтобы они говорили с ним. Они сказали, «Как мы можем говорить с тем, кто еще является ребенком, лежащим в колыбели?» Он, пророк Ииса, сказал, «Поистине, я раб Аллаха, которому он дал Писание, Евангелие, и сделал он меня пророком, и сделал он меня благодатным, от которого исходит благо и польза, где бы я ни был, и заповедал мне совершать молитву и отдавать обязательную милостыню, пока я живу. И повелел мне Господь мой, чтобы я проявлял благость по отношению к моей родительнице, матери, и не сделал меня тираном, высокомерным и несчастным. «И мир, спокойствие мне в тот день, когда я родился, и в тот день, когда я умру, и в тот день, когда буду воскрешен живым». Это вот таков он, Ииса, сын Марьям, по слову истины, в котором они, иудеи и христиане, сомневаются. Не подобает Аллаху брать себе сына. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Приславен он, причист от такого. Когда он решит какое-нибудь дело, то лишь скажет ему «Будь», как оно сбывается. Если бы он хотел иметь сына, то создал бы его лишь по одному слову. И сказал пророк Ииса своему народу «Поистине, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же ему, это и есть прямой путь». И впали в разногласия партии из числа людей писания между собой относительно пророка Иисы. И горе, сильное наказание будет тем, которые стали неверующими, от зрелища великого дня, дня суда. Христиане приняли его себе как Бога и сына Бога, а иудеи сказали, что он колдун и сын Иосифа Плотника. Как же четко они будут слышать и видеть в тот день, в день суда, когда придут к нам. Но притеснители пребывают сегодня в этом мире в явном заблуждении. И предупреди их, о посланник, о дне сожаления, когда дело будет уже решено, когда после расчета обитатели рая отправятся в рай, а обитатели ада – в ад. И смерти уже не будет, и будут они вечно пребывать там. А они в этом мире пребывают в беспечности и не веруют. Поистине, мы наследуем землю и тех, кто на ней. Все умрут, а Аллах всегда есть и не умирает. И к нам они, творения, вернутся в день суда. И вспомни, расскажи, о пророк, историю, приведенную в книге, в Коране о пророке Ибрахиме. Поистине, он был правдивейшим и пророком. Вот сказал он Ибрахим своему отцу. О, отец мой, почему ты поклоняешься тому, идолам, что не слышит и не видит, и не избавляет тебя ни от чего? О, отец мой, поистине, ко мне явилось от Аллаха такое знание, которое не дано тебе. Следуй же за мной в том, к чему я призываю, и я поведу тебя верным путем. О, отец мой, не поклоняйся сатане, не повинуйся его призыву поклоняться идолам. Ведь поистине сатана ослушался милостивого. О, отец мой, поистине, я боюсь, что ты умрешь, будучи неверующим, и что тебя коснется наказание от милостивого, и ты будешь близким сатаны в аду. Сказал отец Ибрахима, «Разве ты отворачиваешься от наших богов, о Ибрахим? Если ты не перестанешь ругать наших богов, то я непременно забью тебя насмерть камнями. Больше не разговаривай со мной и удались от меня надолго». Сказал он Ибрахим, «Мир тебе! Ничего плохого тебе я не буду делать, так как ты мой отец. Я буду просить прощения для тебя у моего Господа, ведь поистине Он ко мне снисходителен. И я отделюсь от вас и от того, что вы призываете помимо Аллаха, от ложных богов. И я молю своего Господа, может быть, я не буду в мольбе к своему Господу несчастным, надеюсь, что Он примет мою мольбу». «И когда Он, Ибрахим, отделился от Своих, от Отца и народа, и от того идолов, чему они поклонялись помимо Аллаха, мы даровали Ему сына Исхака и внука Якуба, и каждого из них сделали мы пророками. И мы даровали им, Ибрахиму, Исхаку, Якубу и их потомкам неисчислимую щедрость от нашей милости, и сделали мы для них высокое правдивое упоминание среди людей. И вспомни, расскажи, о пророк, историю, приведенную в книге, в Коране, о пророке Мусе. Поистине, он был избранным и был посланником, пророком. И когда Муса с семьей возвращался из Мадьяна в Египет, воззвали мы к нему с правой от него стороны горы Синай и приблизили его для тайной беседы с ним. И даровали мы ему, Мусе, по нашей милости брата его Харуна, как пророка, который помогал ему. И вспомни, расскажи, о пророк, историю, приведенную в книге, в Коране, о пророке Исмаиле. Поистине, он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он, пророк Исмаил, приказывал своей семье совершать молитву и выплачивать обязательную милостыню. И был он перед Господом своим угодным, Аллах был доволен им. И вспомни, расскажи, о пророк, историю, приведенную в книге, в Коране, о пророке Идрисе. Поистине, он был правдивейшим и пророком. И вознесли мы его на высокое место. О нем говорят только хорошее, и он будет в верхних райских садах. Это, о которых было рассказано, те, кого облагодетельствовал Аллах, дав им щедрый дар, из числа пророков, из потомства Адама, и из тех верующих, кого мы перенесли на ковчеги вместе с Нухом, и из потомства Ибрахима и Исраила, и из тех, кого мы привели к вере и кого мы избрали для доведения до людей послания Аллаха. Когда им читаются знамения милостивого, они падали ниц, совершая земной поклон Аллаху и плача от страха перед ним. И пришли после них тех, которых облагодетельствовал Аллах, потомки, которые перестали совершать молитву, и последовали за страстями, и встретят они убыток, и погибли в аду. Кроме тех из них, кто покаялся в своих грехах, и уверовал и совершал праведные деяния, такие войдут в рай и не будут ничуть обижены. Их благие деяния не будут убавлены. В райские сады вечности, которые обещал милостивый своим рабам через сокровенное, они не видели рай, но поверили Аллаху в том, что рай есть. Поистине, его обещание о том, что он ведет уверовавших в рай, свершится. Не услышат они, обитатели рая, там, в раю, пустословия, ложные и бесполезные речи, а будут они там слышать только такую речь, которая для них будет как приветствие миром. И для них там, в раю, удел их, вечное пропитание, и утром, и вечером, всегда, когда пожелают. Таков рай, который мы дадим в наследие тем из наших рабов, кто был остерегающимся наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил. И скажи, от Джибриил, пророку, мы, ангелы, не сходим с неба на землю только по повелению Господа твоего. Ему, Аллаху, принадлежит то, что пред нами, все дела, которые будут в вечной жизни, и что позади нас, те дела, которые уже миновали в этом мире, и что между этим, между этой жизнью и вечной. Ему принадлежит повелевание во все времена и везде. И Господь твой, о пророк, незабывчив, ничего не забывает. Аллах, Он Господь, Создатель и Управитель небес и земли и того, что между ними, тех творений, которые находятся между небесами и землей. Поклоняйся же ему, о пророк, и будь терпелив в поклонении ему. Разве ты знаешь ему соименного, у кого были бы такие же имена и особенности? И говорит неверующий человек, отрицая воскрешение после смерти. Неужели после того, как я умру, я буду выведен из могилы живым? Разве не вспомнит, неужели не задумается человек, что мы создали его раньше, в первый раз, а его до этого вообще не было? И я, Аллах, клянусь же, Господом твоим, о пророк, самим собой, что в день суда мы непременно соберем их, тех, кто не верит в воскрешение, и шайтанов, потом мы приведем их и поставим вокруг гиены ада, на коленях. И я, Аллах, клянусь, что потом мы извлечем из каждой партии такого, кто из них был сильнейшим ослушником, против милостивого, больше всех ослушался его. Потом, ведь мы лучше знаем про тех, кто больше заслуживает того, чтобы там в аду гореть. И нет среди вас, о люди, того, кто бы в нее в гиену не вошел. Каждый будет проходить по мосту, который проложен над адом. Но неверующие сразу провалятся в ад, а верующие будут проходить этот мост с такой быстротой, которая соответствует их благим делам. И это, для твоего Господа, уже решенное постановление. Потом мы спасем тех, которые в земной жизни остерегались наказания Аллаха, исполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил, и оставим притеснителей, неверующих там, в аду, стоять на коленях. А когда читаются им людям наши знамения, аяты Корана, будучи ясными в изложении, имеющие очевидный смысл, те, которые стали неверующими, говорят тем, которые уверовали. Какая из двух партий, верующий или неверующий, лучше, по своему положению, прекраснее по составу в этом мире? Многобожники думали, что тот, кто занимает лучшее положение в этом мире, и после смерти будет лучше по своему положению. И как много поколений мы погубили до них, до этих неверующих, низведя им наказание уже в этом мире, которые были лучше по средствам, были богаче, и по виду, внешностью. Скажи им, о посланник, кто находится в заблуждении, пусть милостивый продлит ему предел в заблуждении, еще более вводит его в заблуждение, до тех пор, пока они воочию не увидят то, что им было обещано Аллахом. Либо в момент прихода наказания в этом мире, либо когда наступит час, день суда, тогда они узнают, кто хуже по месту, по положению, и слабее войскам, и силой. И увеличат Аллах тем, которые выбрали для себя верный путь, следование по этому пути, а остающиеся навечно праведные деяния у Господа твоего еще лучше по награде, лучше по воздаянию. «Видел ли ты, о пророк, того, кто стал неверующим в наше знамение, имеются в виду неверующий по имени Аль-Аз бин-Ваиль и подобные ему, и сказал, конечно же, мне в вечной жизни непременно будет даровано и богатство, и потомство. Разве он, этот неверующий, знал сокровенное, что у него будет вечная жизнь и богатство и дети, или взял с милостивого договор? Сподвижнику по имени Хабаб бин-Аль-Ард был должен один ногобожник по имени Аль-Аз бин-Ваиль Ас-Сахмей. Когда Хабаб потребовал вернуть долг, Аль-Аз бин-Ваиль сказал, «Клянусь Аллахом, я не верну тебе долг, пока ты не отвергнешь Мухаммада». Хабаб сказал ему, «Клянусь Аллахом, я не отвергну Мухаммада до тех пор, пока не умру и даже когда воскресну». Аль-Аз сказал ему, «Поистине, если я умру и затем буду воскрешен, тогда приходи ко мне, и будут у меня богатство и дети, и я отдам тебе свой долг». И Аллах Всевышний не спасал этот аят. Но нет же, не будет так, как говорит этот неверующий. Мы, Аллах, запишем то, что он говорит, его ложные измышления на Аллаха, и протянем, увеличим ему наказание усиленно. И мы унаследуем от него то, о чем он говорит. Его имущество и дети, которые были в этом мире, останутся нам, и придет он к нам в день суда, одиноким. И взяли они, многобожники, себе помимо Аллаха, других за богов, чтобы они, ложные божества, были величием для них. Многобожники ищут выдал их величие, чтобы они заступили за них перед Аллахом. Так нет, не будет так, как они думают. Отвергнут они ложные божества, их поклонение, и окажутся для них многобожников противниками. Разве ты, о пророк, не видел, разве ты не знаешь, что мы послали шайтанов против неверных, чтобы они их усиленно подстрекали к совершению грехов. Поэтому не торопи, о пророк, с наказанием на них, ведь мы считаем для них счетом, считаем, сколько осталось им жить и сколько дел они совершили. В тот день, когда мы соберем остерегающихся наказания Аллаха, тех, которые исполняют его повеление и отстраняются от того, что он запретил, к милостивому, чтимым посольствам, таким почетам, которые оказывают послам у ворот царя и погоним бунтарей неверующих гиене аду, как гонят стадо на водопой. Не будет обладать правом заступничества никто, кроме тех, кто взял у милостивого договор, кроме верующих. И сказали они, неверующие, взял себе милостивый сына. Ведь этим, сказав это, вы совершили отвратительную вещь. Готовы небеса разрушиться, от этого, и земля расколоться, горы пасть прахом, рассыпаться, от того, что они, неверующие, приписали милостивому сына. Не подобает милостивому Аллаху брать себе сына. Это не соответствует его величию. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Ведь каждый, кто в небесах, все ангелы, и на земле, все джины, и люди, придет в день суда к милостивому только как раб. Уже он сосчитал их и перечислил их счетом, знает, сколько у него творений было, и будет, и все, что они совершали. И все они придут к нему в день воскрешения поодиночке. Один отдельно. Поистине, те, кто уверовал и совершал праведные дела, совершали то, что повелел Аллах, и сторонились того, что он запретил, даруют им милостивую любовь своих рабов. Их полюбят ангелы и верующие люди. Поистине, мы облегчили его Коран на твоем о пророк языке, на арабском, чтобы ты радовал им, Кораном, остерегающихся наказания Аллаха, что их ожидает благо в этом мире и счастье вечной жизни, и предостерегал им злостных спорщиков, неверующих, что их постигнут бедствия в этом мире и в вечной жизни им уготован ад. И сколько поколений неверующих мы уже погубили до них, до твоего народа. Разве ты, о пророк, ощущаешь хоть одного из них, и разве слышишь ты от них хоть шорох?